Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про одиночную кампанию Battlefield 3. Я, наверное, как и многие другие, в первую очередь после покупки игры, ринулся на просторы интернет-сражений и с восхищением долгими часами любовался красотами местных пейзажей. Читал комментарии в чатах команд, где люди все как один твердили, что уже сутки не могут оторваться от мультиплеера. А сингл, ну а что сингл, решил отложить, как всегда, до лучших времен. Тем более, опыт прошлых лет уже всем показал, что серия Battlefield это в первую очередь мультиплеер, а во вторую, а во вторую же все остальное. Но если вдруг вы только купили игру или собираетесь это, к примеру, сделать, и еще ни разу ее не запускали, у вас есть идеальный шанс исправить ошибки очень многих игроков и начать знакомство именно с одиночной кампанией. Потому что это не только замечательная тренировка для новичка перед походом в интернет, но и настоящее, круто сделанное интерактивное кино, где присутствует увлекательный и интересный сюжет и великолепная картинка, за которую отвечает могучий новый движок под названием Frostbite. Когда вы впервые узнали о Соломоне и ССО? Девять месяцев назад. Операция Swordbreaker. Иракский Курдистан. Так. Продолжайте. Одиночная кампания в игре – это замечательное времяпрепровождение для осознания двух вещей. Первое. Новый движок – это небывалый уровень разрушаемости, красоты освещения и физической правдоподобности. Конечно, для такого гиганта придется прикупить мощное железо, так как вся красота в игре начинается с высоких настроек и заканчивается параметрами ультра. И обязательно обратите внимание на то, как звучит Battlefield 3. Такого качественного звучания вы не услышите ни в одной из ныне существующих игр. И второе. Основная кампания в Battlefield 3 наконец-то нашла свою золотую середину, вобрав в себя все самое лучшее из таких серий, как Modern Warfare, Medal of Honor и других популярных игр про виртуальную войну. Теперь одиночная кампания просто насквозь пропитана сценарным безумством, но в разумных дозах и заправлена умеренным количеством псевдореализма. Схема основного сюжета и стиль подачи игровых ситуаций больше напоминает именно Медаль за отвагу образца 2010 года. Здесь присутствуют сцены, от которых просто захватывает дух, например, запись казни солдата, землетрясение, погоня на узких улочках за бомбой. И этот список можно перечислять до бесконечности. Самое главное, что удивляет в одиночной кампании, это не просто прохождение ради галочки, а именно желание узнать концовку игры, ведь неспроста сюжет начинается именно с нее, уже интригует, не правда ли? По мере прохождения игры мы посетим все основные регионы мира – США, Ближний Восток и Европу. Побываем в таких городах, как Париж, Нью-Йорк и Тегеран. Нам дадут управлять воздушной и наземной техникой, ну и, конечно, вас ожидает множество сложнейших перестрелок в различных игровых ситуациях. Главный герой игры – это американский морпех Генри Блэкберн. О миссии представлены в виде воспоминаний, о которых он рассказывает на допросе. Но все-таки в некоторых миссиях нам придется поучаствовать в шкуре других персонажей, для того, чтобы понять суть всего происходящего на экране. И не обошлось без присутствия, конечно, русских. Они будут представлены как с плохой, так и с хорошей стороны. А разобраться, где свой, а где чужой, и что тут вообще происходит, предстоит именно игрокам. Но без минусов компании, к сожалению, не обошлось. И в первую очередь это безнадежно, глупый искусственный интеллект. Все, что умеют враги, это перекатываться от стены к стене, стрелять и плохо прятаться за укрытие. Даже если вы зайдете со спины и очередью устраните большую часть противника, выжившие вряд ли захотят вас замечать. И главный минус компании – это культовая разрушаемость, о которой так много говорили разработчики. В одной миссии она может быть абсолютно тотальной, а в другой – сугубо выборочной, лишь в тех местах, куда заранее указали разработчики. Но несмотря на все это, DICE и Electronic Arts удалось, пожалуй, главное. У игры есть полноценная одиночная кампания. Новый движок и мультиплеер, который, как вино, с годами все лучше. А если говорить о главном конкуренте в лице Modern Warfare 3, то тут все достаточно просто. И если бы это были не компьютерные игры, а, к примеру, кино, то Modern Warfare – это дорогой блокбастер, который точно соберет огромную кассу в прокате. А Battlefield 3 – это кино, которое всегда тянет еще раз пересмотреть, а уже после проката разработчикам непременно вручат Оскар. Дорогие друзья, с вами был Владимир. Живите в мире реальном, играйте в виртуальном, берегите себя. О сделанном я не жалею. Посюмно много жизней. Я оскорблю об умерших. Я уверен, что СВР – другое мнение на этот счет. Но довольно. Как сказал бы мне мой друг Владимир, Дима, смерть – она лишь одна. И пусть она будет достойной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok